Всем доброго вечера. У меня наконец-то истек мой бан на ютубе и я попытался было начать стримить на ютубе, но ютуб просто не приемлет мой стрим. Что бы я ни делал, я не могу просто поднять там стрим. То есть рестрим туда вроде как посылает все, я даже перелогинился лишний раз. Но ютуб почему-то не приемлет все еще. Вот, так что наверное... Все, стрим идет, все у нас нормально. Что у нас в чатике происходят? Да, сегодня у нас конечно же никакого ада не должно быть. Ну кроме того, что на экране написано «Страна игр блед». Да, в общем, неделю назад было слишком плохо, слишком адово и я надеюсь, что в этот раз все будет поспокойнее и мы сможем узнать какие же топ 100 лучших игр of all time на состояние начала 2001 года. Вот, эм... Так... Очень спешил выпуск «Страна игр», да, ну посмотрим сейчас. Как-то относится к «Dangerous Driving». Эм, ну... Это эксклюзив Epic Games Store. Все, для меня разговор окончен на этом месте. То есть, если бы это был... На самом деле, конечно, если бы это была там лучшая там... Бернаут... Хотя бы там... На уровне с третьей, четвертой и Парадайзом, то, конечно, я бы, наверное, там на консолях бы не пожалел и взял бы ее. Но из того, что я слышу, что это какое-то очень бюджетное недоразумение и поэтому... Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы у разработчиков «Dangerous Driving» все получилось. Я надеялся на них, но... Они подвели. Что с YouTube? В общем, я теперь снова стримлю через... Рестрим. В нем настроена ретрансляция на Twitch YouTube. Ну, если Twitch просто онлайн и все работает, то на YouTube бесконечный sending data и ничего не проходит. Я его переконнектнул, специально перелогинился в YouTube, специально начал стрим заново. Не проходит. В YouTube, как бы, есть целых два места, где можно независимо друг от друга настроить трансляцию. И я это сделал, и все равно ничего не происходит. У меня нет пока идей, как с этим бороться. Я попробую, наверное, вне стрима еще потыкаться и, может быть, вернуть YouTube. Сегодняшний стрим, значит, будет по традиции. Тогда я уже пиратить разучился? Ну, не то, чтобы я разучился. Ну, просто... А если игра не очень хорошая, то... Ну, зачем мне на нее тратить время? Мне еще нужно рецензии на Феникса и Redefense Force писать. Вот. Вы думаете, что у меня за спиной спонсор? На самом деле, это просто спонсор-бейт. Я люблю Доширак, и Доширак спонсирует меня. Я за то, чтобы меня спонсировали те продукты, которые я потребляю. Эээ... Вот. Дейнджерс Драйвинг не просто эксклюзив EGS, а бюджетная игра без саундтрека с обоснованием у вас, что у Спотифая нет. На самом деле, в России нет Спотифая, поэтому... Как хорошо, что у меня есть вина. Красный же пипец какой острый. Ну, для меня ровно как надо. Вот прям... Прям вот... Красный Дошик — это мой уровень остроты. Как раз вот сегодня обсуждали вопрос того, что секиро, уровни сложности и так далее. Вот я говорю, что уровень сложности — это как уровень остроты. Наверное, каждый человек может взять и съесть практически что угодно и не умереть. Но... От слишком острого, я думаю, очень много кому разорвет ебло. Вот. Для меня, например, примерно более или менее верхний порог — это красный Дошик. Я его ем с большим удовольствием. Но я понимаю, что если взять выше немного, то, наверное, мне уже начнет будет быть некомфортным. Для кого-то порог другой. Вот. Видите, вот кто-то половину специй укладывает в красный. А кто-то хочет половину сложности секиро. Я только... Я выступаю исключительно за то, чтобы люди могли выбрать себе половину специй красного Дошика и половину здоровья боссов секиро. Смотрите, как все просто и хорошо. Вот. Ты добыл корону из Бургер Кинга? Нет. Я не хочу рекламировать Бургер Кинг. Мне не очень нравится Бургер Кинг. Мне не нравится, как они уменьшили котлеты. И мне не нравится их СММ. Вот. Ну, давайте перейдем, наверное, к делу. Кулинарная метафора может довести до того, что если тебе не хочется есть острое блюдо, ты просто не заказываешь в ресторане. Вот. Ну, кстати, вот. И это, заведомо, конечно же, пораженческая позиция. Потому что, если людям кажется целый красный Дошик слишком острый, они могут просто высыпать половину специй и насладиться Дошиком. Можно выбрать, чтобы в играх в софтере коллизии были рабочие. Вот он, лучший вопрос. Я тоже хотел бы это выбрать. Когда меня Огр выбрасывал с захватами с тех мест, где меня не было, конечно, конечно же, коллизии рабочие этой игре не повредили бы. Вот. На самом деле, я Секеро, ну, я как бы ее бросил, потому что просто я понял, что она мне не доставляет удовольствия. Я текст написал, в общем-то, играя в нее не так много. Весь мой текст, это буквально рассуждение о том, что это все работает в теории, и предыдущие игры Миядзаки доказали, что это работает и на практике. Вот. Вот и все. Давайте смотреть. Блэд вместе. Какие у нас будут лучшие игры в мире? Итоги 2000 М. Наконец-то в выходных данных журнала нет упоминания какого-то Сергея Овчинникова, которого на самом деле никогда не существовало. Уваженническая позиция. Ну, типа, ты же бросил Person 5, мне надо чуть-чуть. Не, ну, конечно. Потому что я понял, что эти игры, как бы, у меня в целом не интересны и чего-то мне не дадут. Но тут же больше вопрос, как ты просто его не будешь заказывать, да? Одно дело, когда, кстати, да, одно дело, когда ты уже, когда ты заранее понимаешь, что игра не твоё, а другое дело, когда игра притворяется чем-то твоим, а на деле оказывается такое, что тебя скорее расстраивает. Вот. Так что... Смотрите, верстка даже не насилует глаза. Да, вот. О, чёрт. О, чёрт. О, чёрт. О, чёрт. Ой-ой-ой-ой-ой. После прошлого, конечно, мне уже ничего не страшно, но я думаю, что можно будет хвалить. Но такое, хвалить не очень получается. Ну, в общем, расписание 2001 года, вообще, ну, в смысле, мне кажется, что они неплохо сделали. По крайней мере, куча артов, какие-то главные вещи отметили. Xbox катастрофически уродливо выглядит. Все, в общем-то, максимально закономерно, да. Вот, ну, наверное, превью нас не так сильно интересует. Ой, опять баунсер. Давайте попробуем проскроллить до рецензий. А там уже нам и станет понятно, что здесь к чему. Так, что? А, Final Fantasy X. Ну, давайте посмотрим, что же, что же, как они теперь смогут обругать финалки. Ну, окей, надо же, даже особенно ничего. Слушайте, удивительно. Наверное, потому что там всего место для трех абзацев было, но они никак не нагадили на финалку. Удивительно. Дэнди слишком разработал психику и воспринимается не так. Ну, да, в общем-то, а что? Макс Пейн был одним из лучших агентов. Сюжет знакомый. Плащ главного героя раздувается в такт его шагам и реагирует даже на дуновение ветра. В надежде героя останутся грязные следы. Очень интересная идея давать такую кучу больших красивых картинок в превьюхах. Все равно текста особенно туда не наворотишь. Можно, по крайней мере, продать игру людям красивыми картинками. О, май, ГОООООООООООО!! Tomb Raider Next Generation! Выход-конец 2021 года! Я боюсь даже предположить, что же тут будет. Как на стриме будет Ост Данганронпе? Да давайте сегодня. Итак, случилось чудо, Лара Крофт вышла из моды, ее решили менять новые консоли, графику переработали, детализацию повысили, и собираются добавить в игру еще как минимум одного playable character. Смотрите, то есть уже, уже на состоянии конца 2000-го, подумать только года, Core Design уже задумала уничтожить всю суть Tomb Raider, добавив туда какого-то ублюдочного второго играбельного персонажа. Ну что ж. Чего? Оу, платформы. Во, ну вот, это реально всегда самый-самый кликбейт. Топ 100 игр of all time. Нельзя пройти мимо такого громкого заявления, не правда ли? Ну, давайте так, давайте попробуем посчитать, сколько из этих 100 игр проверено точное говно. Я не играл в Чучу Рокет, но честно говоря, мне что-то реально... у меня есть сомнения, но я не могу гарантировать, что это не так. Но зато я могу гарантировать, что Найтс это недоразумение и плохая игра. Так что как минимум Найтс. Смотрите, конец 2000 года, Deus Ex вышел только что. Deus Ex, который стал просто образцом геймдизайна, ну вот на 20 лет вперед. Он до сих пор считается классикой, до сих пор к нему люди обращаются и говорят, вот, вот Deus Ex, вот это круто, это образец. И, пожалуйста, 92 место. Ниже, чем... Ну, мы увидим, какое жуткое говно будет дальше, но просто запомните, что Deus Ex, да это 92 место. Mortal Kombat. Написано просто Mortal Kombat. То есть, очевидно, идет речь о серии, но в названии, как бы, один Mortal Kombat, на картинке, очевидно, четыре. Я протестую. Mortal Kombat категорически разные. Первый, блин, комом. Четвертый, просто говно. Второй, третий, ну, надо сделать выбор. Есть два стула. Потому что, ну, я вот за второй. Уверен, многие будут за третий. Но мне кажется, что надо делать, все-таки, ну, это важно. Я вижу, что всю серию относят, но когда на картинке изображается Mortal Kombat 4, тебя начинает немножко корежить. Закономерно. Все-таки. Ну, ладно. Мне кажется, да, ну-ка, давайте еще раз, я... Некоторые игровые серии занимают одну позицию. Если некоторые, то, скорее всего, дальше будет опять inconsistency и будет плохо. Этот, 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 этот тор отражает лишь мнение десяти сотрудников редакции. Не, ну, понятно, но тем не менее. Ладно. В общем, Alone in the Dark. Да, вот к вопросу о том, что исторически значимое не значит лучшее. Ну, все видели, что такое Alone in the Dark. Как бы ни было смешно бегать от топоров в первой части, вторая и третья это просто какое-то дикое неиграбельное говно. Поэтому, ну... Вот, вместо Legacy of Kain здесь, например, Soul River. Ну... Окей. Battle Chess. Вот это, вот, вот, я, я не могу вот это никак вообще оправдать, потому что... Какую бы ты анимацию не нарисовал для шахмат, это шахматы. Мне кажется, шахматам немножко все-таки не место в топе видеоигр, которые, в общем-то, на что-то претендуют... Ну, ладно. В таких топах бесит, что сваливает куча игр, которые поставили то, что реально крутые, другие за то, что значимые. Вот, да, 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 именно так. В этом всегда проблема. Contra 3, я не знаю, это... Ну, наверное, это просто из PDF-ки что-то отвалилось. Вот, опять же, они не пишут Contra, они пишут Contra 3. А я говорю... Ёбаный ты по голове, сука, ты наркоман, что ли? Звони на АТС. Какая Contra 3, когда есть Contra Hardcore, которая, ну... Вот, у меня, у меня большая претензия есть. Почему? Они могли бы просто сказать Contra. Я бы сказал, ладно, окей, вся серия заслужила. Здесь они выбирают конкретную часть. В Mortal Kombat они не выбирают конкретную часть. Почему? Не знаю. Вот опять, Tomb Raider. Ну, типа, мы, конечно, ее ненавидим, начиная там уже буквально части со второй с половиной из пяти, но 74-е место, ну, заслужено. Да, но у вас Deus Ex на 92-м. Deus Ex, который у вас вызывает исключительно восторг, а Tomb Raider вызывает у вас противоречивые эмоции. Вопрос. Кинг Пин, я не знаю. Я не знаю ничего про Кинг Пин. Тут очень много просто очень сильно пикашных игр, а я не так вот в это все. Гранди. Ну, опять же, 70-е место. Игра хорошая, не отличная, но хорошая. Я не могу возражать. На тот момент выдающихся каких-то особо игр было не так много. Ну, наверху, вроде бы, хороший. Крамагеддон, ну, наверное, какого-то места в топе заслуживает. System Shock внезапно первый. Во-первых, ни слова про серию и вторую часть нет. Во-вторых, в общем, 63-е место реально отражает наше отношение к этой игре. И как это читать, я не знаю. Потому что, с одной стороны, одна из лучших игр всех времен. С другой стороны, 63-е место, оно отражает наше отношение к этой игре. Я не знаю, я не знаю. Так. Давайте предположим, кто на первом. Doom, Shenmue, герои, кто знает, не спрашивает. Смотрите, я бы предположил, что Shenmue. Ну, потому что десятка, оверхайп и вот все это. И у них все-таки Амерджана в главре. И никто, вроде бы, здесь никакая Shenmue не ругал. Я бы предположил, что там Shenmue, рядом с ней Зельда. А Doom, ну, хорошо, если в топ-10. Вот моя ставка. Насчет Дня Тентакли, я не готов его ругать. Потому что, ну, если это юмористический квест и в нем хороший юмор, то он, наверное, удался. У меня нет терпения играть в такие игры. Не могу прокомментировать. То есть, мне тоже кажется, что, наверное, вместо Тентакли надо было давать Грим Фанданго, который, в общем-то, тоже от Шейфера. И, очевидно, во всем лучше, но... Так. Да, про игры с Nintendo 64 я не могу даже ничего говорить, потому что я абсолютно... Я просто уверен, что они говно, но... Так. Горький не нужен никакой, но тут я соглашусь. Я играл, мне она не понравилась совсем. Super Mario World. Ну, вот, опять же, это одна конкретная часть, не вся Марио. И часть, в принципе, наконец-то играбельная. Я придерживаюсь мнения, что игры с NES были все-таки не ОК, а на SNES начали уже появляться игры хорошие, и Super Mario World игра хорошая. Про Кибернатор я, честно говоря, слышу впервые, и меня это удивляет, потому что если это великолепный платформер, об этом должны вообще кричать на каждом углу. Да, я вот в этом всем варюсь уже, там, третий десяток лет, и... И как? Ну, то есть, очень странно. Ну, в общем, про Горький мы уже сказали. Внезапно серия Ogre. Но тут я хочу остановиться и сказать, что Ogre Battle это какое-то... Ну, первое. Это же какое-то неиграбельное недоразумение. В то время как Tactics Ogre... Ну, вот опять же, они пишут, главное это игра, главное это продуманная система игрового процесса. Но в Tactics Ogre был все-таки и сюжет хороший, действительно хороший. Действительно. Важно это слово сказать. Поэтому, ну вот, блин. Можно было сделать красивый жест, первую десятку без номеров. Вот если бы они все без номеров пустили, это было бы правильно. Но нет. Ну, да, опять же, SimCity. На картинке первая часть, здесь первая часть. К тому времени уже вроде бы готовилось 3000, и, наверное, она все-таки была лучше. То есть, я играл немножко в первую часть на SNES, но понятно, что это было что-то такое. Не пойму, что. Но SimCity 4, четвертая, ну, а я еще ничего в 2000 играл на PS1, и она тоже была, ну, корявенькая. Но SimCity 4, это прям, вот, это же топ был, пока не вышел Skylines, наверное, даже. Так что... Ну, Sonic Adventure, это невыносимое говно. Ну, давайте просто остановимся на том, что Sonic Adventure, это... Там, не знаю, 5% это хороший Sonic впечатляющий, и все остальное, это какое-то медленное, корявое, черти что. Так. Опять ралли. StarCraft на 51 месте. Опять же, это игра, которая начала и фактически закончила развитие жанра RTS. Это игра, которая, ну, вот, просто это синоним жанра, это ультимативная игра, которая, ну, опять же, актуальна до сих пор. 20 лет спустя. Мне кажется, что... Мне кажется, что... В общем, 51 место для StarCraft, наверное, все-таки странно. Не, ну, Duna 2, это родоначальник жанра, да, ну, CNC хорошо. Я бы сказал, что синонимом все-таки стала StarCraft, которая, вот, вот, три расы, и в целом весь этот геймплей, киберспорт пошел со StarCraft. Не было все-таки киберспорта нормального по Дюне и командам Conqueror. Мне кажется, что StarCraft гораздо более влиятельная и важная игра жанра, чем... Не, ну, не хочу никаким образом умолять достижения Duna и CNC. Но, да, Duna... Duna устарела, действительно. А вот StarCraft на тот момент был топовый RTS, и я не представляю себе, что они поставят выше этого. Valkyrie Profile, ну, заслужила, без сомнений. Я продолжаю говорить о том, что в жанре своем это, наверное, была лучшая на тот момент игра. Давайте не забудем дать фору в 100 очков любой Final Fantasy по красоте заднего плана. Обязательно нужно было это сделать. Worms Armageddon. Вот. Они же не будут писать первую часть. Они написали Armageddon. Отлично. Правильно. Это была свежая игра, это была актуальная игра, и эта игра осталась актуальной, опять же, через 20 лет. Почему? Да потому что она отличная. Dark Forces. Вроде бы говорили, что он окей. I of the Beholder. Вот это я сомневаюсь, что это играбельно. Очень сомневаюсь, но я не думаю, что хочу проверять. Где строка в глобальных машинах? Ну да. Resident Evil. Что пишут? В истории сериала Resident Evil есть как высокие, так и низкие нотки. Провокационный и чрезвычайно изящный. Блядь. Слово изящный по отношению к Resident Evil? Are you fucking serial? Избавившись от детскости и наивности первых серий, пишут они, когда вышли только первые. Он быстро стал превращаться в скучное мочилово монстров. На тот момент вышло 4 части всего. На какой из них она избавилась от детскости и наивности, и на какой из них она превратилась в мочилово монстров? Но ни одной же нету. Я не понимаю. Resident снова стал интересным, пугающим до смерти, но картинку мы возьмем с первой части, наверное, не из Коби Рони. Септера Корр лучше, чем Велкри Профайл, говорят они. Ну, что ж. Супер Метро. Ну, окей, Супер Метроид, хорошо. Что такое Батлзом и Варлордс? Не в курсе. Диабло. Почему не Диабло 2? У тебя не триггерит слово изящный в соседстве с чрезвычайно? Меня триггерит вообще слово изящный в отношении Resident Evil. Вот каким угодно Resident Evil был, он был очень разным, но никак не был изящным. Вообще-то это слово его не характеризует. Никак. А в зону на Gun Survivor был ли вообще? А я не помню. Увы. Ну, а еще он в 2000 году должен был бы быть, так что мы бы не прошли мимо его, поэтому... Ну, ладно. Я думаю, Planescape должен еще быть, потому что, ну, невозможно делать топ без этого. Диабло 2 вышла уже, на нее тут был обзор, они ее очень сильно хвалили. То есть, за дело они ругали, за графику они ее ругали, и за баги, и за батлнет. Да, но это все такие вещи, которые в целом... Поэтому мне довольно странно, потому что я бы здесь ждал Диабло 2, ну, которая, наверное, все-таки лучше первой части, хотя я очень люблю первую. Dragon Force. Я даже не представляю себе, что такое. Вот так. Full Throttle. То есть, иными словами, какие-то серии они схлопывают вместе, а Тентакли и Full Throttle они разводят по сторонам, несмотря на то, что и то, и другое это один жанр, один стиль, один геймплей, один разработчик. Ну что? Mario Kart. Лучшая в мире мультиплеер игра. Я попрошу вас запомнить вот эту фразу, потому что если хоть одна мультиплеерная игра будет там дальше, включая Doom, то это сразу обесценивает все, что они здесь пишут. В Throttle ебучая мини-игра. А то есть Throttle хуже. Ну, я примерно помню мини-игру про проеде на байке куда-то. Ну, оно такое. Ладно, Metropolis Street Tracer гонки я не могу оценивать, Commandos не могу оценивать, Panzer Dragoon, очевидно, один. Вот, вот смотрите, смотрите, что они тут сделали. Они схлопнули воедино игры категорически разных жанров. Вот эти вот штуки, где ты летаешь на драконе и ёба всех расстреливаешь, и эпическую GRPG размером со вселенной. Почему? Потому что у них название одинаковое. Ну, такое. Когда Орех на двойной удар придет? Когда вы его уговорите? Я готов делать этот стрим в любой день вообще. Вот и все. Если, например, в Думе лучше Санглупер, почему совокупность не может быть лучше карта? Не, ну хорошо, хорошо, окей. Чисто мультиплеерные игры тогда, окей. Пока Саундрон, но все хорошо. Вот, держите. Вор на 33 месте. Я думаю, любители жанра стелс будут бомбить, потому что они считают, что вор это до сих пор образец для подражания. Опять же, 20 лет спустя. Ну, гримфанданго. Пожалуйста. Третья. Шейфер сделал в 90-х три квеста. Все три здесь по отдельности. А другие серии, они схлопывают. Ну, вот, не очень хорошо. Торминт. Тридцатое место. Очевидно, какая-то РПГ будет выше Торминта. И мне очень интересно, что это. Самое главное, как они пытаются нам продать Торминт. Успех Baldur's Gate. Появилась новая РПГ от какой-то там Black Isle. Точки нет. Классическая ролевая игра. Система ДНД. Какие-то там миры. Главным героем становится безымянный персонаж, пытающийся обрести свою память в путешествии по мирам Planescape. Ну, то есть, буквально, все, что нам говорят, это у героя амнезия. Почему эта игра на тридцатом месте? Что в ней выдающегося и хорошего? Ну, мы, конечно же, об этом не узнаем. Сулкалибур... Ну, Сулкалибур, да. Смотрите, чем хорош Сулкалибур? Два десятка персонажей, способных переодеваться в разные костюмы, восклицающий знак, и об особом режиме миссий, позволяющий ему открывать новые возможности игры. Походу, Романов эту залупу писал опять. С лучшей файтинг ever, и они говорят, разные костюмы, а еще миссии, которые позволяют онлокать разные костюмы. Might and Magic выше Торминта. Вот. Это очень верно, на самом деле, замечание. Я играл только в одну Might and Magic, и смотрел на некоторые другие, и, по-моему, это какая-то залупа конская, бля. Это просто... Давайте мы как-нибудь поиграем, да, в какую-нибудь из них, и, может быть, вы мне попробуете объяснить, где я не прав, но мне кажется, что Might and Magic — это стыд, и так делать нельзя. 27 и 26 пропали. Не, они не пропали, они вытянулись слева. 27 Duke Nukem 3D, ну, можно простить. 26 Jack the Lions. Ее вроде бы до сих пор помнят и хвалят, так что, наверное, это... это хорошо. Те только ролевики объяснят. Ну... 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 Ultima Online. Ну, окей, ладно. Mist, Need for Speed, Baldur's Gate. Дюна выше, чем StarCraft. Вот верно пишут. Ну, типа... Сейчас нам бы показалось, что в Дюну 2 сложно играть. Нет рамки. Каждому юниту надо отдельную команду делать. Выглядит все на грани разборчивости. Но в свое время... Вот понимаете, вот... Они такие, вот топ-100 игр о фолл-тайм. Вот эта игра, которая выглядит как говно и играется неудобно, Но в свое время нам было хорошо. Come on! Вот смотрите, как замечательно. До этого везде тексты были какие-то нормальные, Но смотрите, что, например, с Дюной происходит. Westworld весьма последовательно перешла к серии CNC, но... Многоточие. Все-таки о Дюна 2 не забыла. Многоточие Half-Life. Кто бы мог подумать, что на движке КВ-2 можно сделать такую игру. Многоточие. Признаюсь честно, я считаю, что 20-е место для Half-Life. Это неправильно. И тут закономерный вопрос. Кто здесь? То есть, у нас есть обезличенный топ от 10 человек. Подписей нет. Описание 20-го места. Я считаю, что это неправильно. Ну, честно говоря, ну, может быть и неправильно. Я, в принципе-то, соглашусь. Но... Но... Кто я... Ну, чат и все понял. Во-первых, надо заорать... ГОЛДЕН-АЙ! Но Скайзов Аркадия тоже конская говнина. Да, это... Бинга говнина. Я не играл в Wing Commander. Но Jet Set Radio просто скучная фигня ни о чем. Пустая и скучная фигня ни о чем. Она красивая. С музычкой, может быть. Но там геймплей это какая-то чушь. Просто пустая чушь. Ей место в лучшем случае на 90-х где-то позициях. Где, кстати, Deus Ex был, я напоминаю. А Скайзов Аркадия? Давайте я просто почитаю про Скайзов Аркадия. Увлекательный сюжет, оригинальная система боев. Я не помню там ничего оригинального. Весьма продолжительный геймплей. Да как везде? Блин, это JRPG. Камон. Действия на планете, где летающие острова, воздушные пираты разыскивают шесть осколков магических лун, попутно спасая принцессу от империи. Это хороший сюжет, бля? Это такой же сюжет, как в любой, в любой, в любой в мире JRPG. Здесь, здесь, здесь ничего нет. Главных фишек игры. Сражение воздушных кораблей. На память не приходит ничего. Господи, на память не приходит любая мини-игра. Это тупая мини-игра, где ничего нету интересного. Огромный мир, населенный тысячами фантастических существ. Пиздешь, там нет тысячи. Совершенную ролевую систему. Нет, она не совершенна. Увлекательнейший сюжет. Вы только что описали, что он говно. Неожиданные повороты. Банальщина тупая. Достойного конкурента Final Fantasy IX, но Final Fantasy... Показательно то, что Final Fantasy все-таки опережает. Вот это, это, это смехотворно. Они несколько лет подряд в каждом тексте о финалках обязательно говнили финалки. Я, я, я боюсь просто уже перелистнуть и посмотреть, что же они пишут про финалки в топе. Давайте посмотрим. Golden Eye. Идеальный для своего времени трехмерный шутер от первого лица. Вы знаете, какое это было время? Это был девяносто... Я хотел сказать шестой, но ведь уже вроде бы седьмой год. То есть это было время, когда уже вышел Quake. Quake уже существовал. Какой идеальный шутер. То есть вы берете человека, сажаете его за Golden Eye и сажаете его за Quake. И мне кажется, любой человек скажет, что вот одна игра это, это игра, а другая игра это, что такое вообще. Ладно, сейчас. Винкомандер пиздец, Винкомандер эпоха. Ну, я понимаю, что могут быть разные мнения. Сравнивает Jet Set Radio с Тони Хоуком, пиздец? Ну, вот я, как человек далекий от этого, меня это не триггерит. Мне кажется, что и то, и то это про передвижение там на скейтах, роликах, таких вещах. По большей части про передвижение, и та, и другая игра. Может быть, Тони Хоук больше про трюки? Да, я просто не играл в Тони Хоука. А Jet Set не про трюки. Возможно, в этом фишка, да? Объясните. Персоне 2, один из лучших сюжетов, почему ее нету тут? Потому что ее никто не проходил, я уверен. Все, уже закидывались ссылками на ролик про первую финалку от Стопгейма. Да, я его посмотрел и, ну, послушал точнее. Ну, то есть, ну, скучно. Ну, то есть, первая финалка, это невероятно скучный материал. Ее, в принципе, разобрали подробно, но я не думаю, что это стоило того. Потому что просто перечисление того, что в игре есть, ну, то есть... Я, честно, я для себя ничего нового не получил от этого ролика. Чувак, конечно, очень круто поработал, заставку нарисовал отлично, но... Я не знаю. То есть... Конечно же, я думаю, проблема в том, что первая финалка просто такой source material, про который ничего не расскажешь. С другой стороны, ну... Я смотрел и другие от него истории, и... Ну, это, как правило, перечисление просто фактов об игре. И если ты уже владеешь фактами, то тебе это видео, хорошо, там, смонтированное и подробное, оно тебе, в принципе, ничего не дает. Да, Тони Хоук, это трюки и очки. А, ну все, хорошо, я понял. А джетсет ограничен в плане передвижения трюков. Ну, я так, в общем-то, примерно себе и представлял. Ладно, давайте смотреть. Unreal... Ну да. Странно, что не Unreal Tournament, но, возможно, он еще будет. Metal Gear Solid, у них... Я бы сказал, опять кто такой Ян? Ну, да, окей. Ну, в МГС в топе действительно уместен и в самом-самом топе. Что такое Final Fantasy? Самая известная ролевая серия во всем мире. Сравнить ее буквально не с чем. Вы ее сравниваете с каждой игрой в мире, в каждом номере. Добрый день, господа. Вы шизофреники, что ли, совсем? Для большинства наших читателей все началось с Final Fantasy VII, которая была портирована на PC. Серия Final Fantasy отличается одной характерной особенностью. Она практически не меняется. Каждая часть просто меняет практически все. Come on! Сюжет, герои, мини-игры, случайные битвы. Популярность в Final Fantasy можно описать не только великолепным сюжетом, но, прежде всего, доступностью каждому. Каждая из последних частей оказывается проста, что многим приходится про душе. Это хороший поинт. Если вас зовут Сергей Северик, видео пофиналка вам, в принципе, ничего не даст. Не, ну... В принципе, хороший поинт. Но, мне кажется, видео по Final Fantasy I ничего никому, скорее всего, не даст. Ну, там просто нет контента никакого. Ну, что делать. Age of Empires. Лучше, чем любая другая стратегия... А, нет, Команда. Если спросить у среднестатистического игрока, с чем ассоциируется у него название Команда и Конкер, то один шанс испретит, что он ответит с клонами. Кукан-клоны блудил. Что за херня? Тетрис. Ну, ладно, хорошо. Цивилизация. Не могу спорить. Давайте уже просто проскролим дальше. Куэйк. Все-таки Куэйк. Ура! Супер Марио 64. Ну, историческое влияние не стоит... Недооценивать герои. Вот, вы думали, что будут герои? Да, герои. Шенму на четвертом. А теперь я дальше буду... Дальше я не буду скроллить, потому что... Окей, смотрите. Понятно, что Doom. Понятно, что Зельда. Но! Кто остался? Кто еще может быть в топ-3 лучших игр всех времен? Тетрис был. Тетрис вот только что в девятая позиция. Сайлент Хилл. Нет. Нет, они Сайлент Хилла обосрали, дали ему очень мало. Оригинальный Марио я не думаю, потому что у них был Супер Марио Уорлд в топе, и мне кажется, что он закрывает вопрос классических двумерных Марио. Хронотриггер? Ну, это меня бы очень сильно удивило, но я не думаю. Ну, ладно. Давайте еще немножечко послушаем предположение. Half-Life был в топе. Ультима Синглова я не верю. Финалки все вместе у них были схлопнуты в одну. Там точно Half-Life... Half-Life была! В том-то и дело. Про Half-Life было же написано Я возражаю против того, что она на 20-м месте. Вот она. То есть, вот, блин, Tomb Raider был. Был далеко еще. Черт. Как... Вот... System Shock 2... Блин, вот если бы там был System Shock 2, это было бы очень круто. Ну, я боюсь, что они не догадались. Ну, ладно. Вообще нет идей. Итак. Зельда и Дум. Все, как я и думал, в общем-то. Зельда и Дум. Что за хуйня? Никто даже... Ну, как... То есть, ну... Как я... Ну... Ну... А я... Они запихнули StarCraft в нижнюю половину топа и вынесли WarCraft 2 на первое место. Как это... Я... Я почитаю про Дум. Я просто пытаюсь сейчас вообще... Собрать мысли воедино. То есть... Как выяснилось, в WarCraft 2 играли все. Ну, а... Ну, а... Ладно, я... Я... У меня нет слов. Нет слов. Давайте почитаем про Дум. Дум не с чем сравнивать. Твою ж мать! С него все началось. Нет. Дум вызывает стрепет. Даже после Дюка, Квейка, Анрила и десятки других. 3D-экшенов. Для многих творение ЯЕ и софтвер оказалось игрой, которая определила всю дальнейшую жизнь. Странно подумать, что еще кто-то, кто может судить об играх, не зная Дум. Вместе с тем, Дум был чрезвычайно прост. Он практически ничем, за исключением ущербной трехмерности, не отличался от платформенных шутеров. То есть... В Думе ущербная трехмерность, и это единственное, единственное, что отличает его от... Контра. Ничем нет... Авторы игры оригинальны только в концепции три ключа, три двери. Все, что Дум дал истории, это три ключа и три двери. А трехмерность, она так ущербная, и вообще это как Контра, фактически. Ах... Ладно. Я... Я закончился. Давайте... Смотрите, кто выходит в эфир. Простота и ясность ситуации уже давным-давно не являются благодетелем и в современном мире. В начале девятнадцатых поклонники компьютерных игр выбирали между Мегадрайв, Супернес или Писи. С страданиями Sony и Panasonic выбор резко расширился и в конце концов вновь вернулся к трех основным системам PlayStation, Nintendo 64 и PC. В будущем году перед нами предстанут уже пять мощных конкурентов. Кто же победит? И куча текста... Окей, кто же победит? Давайте посмотрим. Уже сегодня становится ясно, что эта битва будет вестись не между Sega и Nintendo, а гораздо более крупными силами. А почему она должна вестись между Sega и Nintendo? Ладно. Единственное, что радует, так это тот факт, что победители и будем выбирать мы, а не кто-то другой. То есть... Окей. Борис Романов сообщил нам, что есть разные консоли и они, оказывается, друг с другом конкурируют. Спасибо. Это Великий Дракон? Не, ну это же просто... 2001 год, вы просто понимаете это? Это же... Это не 96-й, это 2001 год. О-о-о. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! это выборка статей а то есть это это репост то есть это все хорошо да питерская адвенчура про налепи парашу себе на голову потрясающая игра была судя по ее сценарий сценарий писался без расчета на какие-то конкретные известные голоса но щит в результате квала трала озвучивать клэнси браун ну что ж это так мило обзор starcraft с 8 баллами резюме клон какая-то этот журнал знаешь это как как делать как как делать больно спустя еще сколько-то лет после того как ты это уже сделал а и вот это и вот это прекрасно в этом не вы только посмотрите на этом сергея мержанов главный редактор страны игр самый знающий человек во всей игровой индустрии сергей овчинников ведущий эксперт страны игр но у него постоянно возникает конфликт все остальные с фотками один сергей овчинников почему-то почему-то не показывает свою фотографию наверное он конфликтует с главным редактором боится что главный редактор наберет химпорта борис романов аналитический консультант страны игр главный редактор журнала офишал playstation тоже нас ждет когда мы перейдем к опыту я прославился тем что может написать обзор так и не сказав ни единого слова об игре нет назаров это не единственный твой иск ты не уникален в этом плане вот не твой только это скилл твои коллеги умеют не сомневайся они умеют приколист дегустатор да опять гранди 2 на грани идеальный рпг ведь еще время в то время сюда не писал они и без них из него в общем думтри уже в начале 2001 ладно я бы промотал поскорее куда-нибудь например гранди 2 и sonic shuffle я не знаю мне казалось что мы уже читали проект 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 игровая индустрия 95 2 ты какие-то фаллосы я не знаю что вот что ваша игровая индустрия ладно чё-то чё-то не очень и так думтри что же такое думтри я не знаю как а ну это мы 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 это 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 самый дикий кликбейт в журнале который только можно было только видеть смотрите заголовок doom 3 иллюзии реальность на типа doom 3 ты хочешь читать про doom 3 что в тексте мы ничего не знаем ни про какой doom 3 мы просто решили опросить друг друга и нашего товарища левелорда когда вы познакомились дум чем стала для вашего эта игра о doom 3 уместно ли вообще сможет ли doom 3 стать крутым когда выйдет doom 3 и сами себя спросили сами отвечаем я борис романов doom 3 проект конечно уместный ну вот я гола главный эксперт говорит doom 3 выйдет на рождество 2001 и в итоге левелорд ничего не ответил на эти вопросы здорово братан как дела ничего не знаю пока и они из этого сделали статью про doom 3 где они сами сами просто сели в кружок и сказали что вы ничего не не сказали какой ужас ладно я перелистнул или недолистнул наверное перед давайте посмотрим гранди 2 разумкин итак бла-бла-бла новаторская гранди вышла поздно гранди 2 выглядит очень круто мы не знаем что круче выглядит sky за в аркаде или гранди мир игры полностью трех минул да выглядит так крутошко просто рецензия от эксперта бориса романова детский сад штаны на лямках это только добавляет шарма этой отличной ролевой игре от геймаркс это правда любимая поговорена вроде бы да я думаю да сюжет борьба из зла два бога сразились удар был елена церковь миления неистовая магичка ну что еще сражение случайных битв нет есть вейт ком акт критикал и пинишите в пользу критикал и еще короче много букв и итак она немножечко упростилась но это только хорошо перевод отличный озвучка отличная гранди 2 это все-таки сиквел в том-то и дело что это не сиквел там сюжета не связано никак ждать от нее каких-либо прорывов не приходилось с самого начала но почему-то страна игр все время не говорила что гранди 2 это просто жопу тебя оторвет однако наглядный пример как нужно делать вторые части хитов прошлого и rpg на грани идеал вот честно я не знаю я пролистал я не увидел я увидел очень много подробностей я не увидел ни одного тезиса который заставил бы меня просто побежать и отдать денег за эту игру ну то есть какого-то особого говна в тексте нет но текст весь про какие-то мелкие детали игры и в нем нету какого-то центрального посыла почему гранди 2 идеаль мне кажется для для лицензии это не очень годится то есть как дал ей на момент выхода в ночь его ты вопрос про момент выхода меня не так сильно интересует я выдал семь с половиной в ней нет ничего такого что меня бы прям слишком сильно радовала в ней боевка хорошая графика ну хорошая но сюжет так себе когда он начинает становиться мелодраматичным я бы сказал что он становится плохим вот такие журналки заставили меня dreamcast купить не знаю какой говно говно играть то ли в аркаде то ли в этом не но у гранди конечно же лучше чем аркадия ну и так значит вот конкурент марио пати сказочный мир мы рассказываем вам про сюжет цопис шафл два игровых режима story mode и versus в режиме story все герои в одну и на одной стороне там соник тейлз айми и нокклз существуют одни поля существуют другие поля интересные поля отправляющие все в пукан дырой то есть извините в мини игру надо сыграть проще стоун из селл шейдин грайнд радио с визуальной стороны середняк музыкальный фон стандартный сониковский раньше нету такой вещь как стандартный сониковский блин в сониках музыка такая что ты не пишет стандарты ты пишешь обосраться как какой обвиненный сон трек вообще то есть что еще хочу сказать смотреть написано текст михаил разумкин смотрим в оценке вой то есть михаила разумкина в числе экспертов просто нет окей если еще хоть одна драма видеоигр которая тебя норму конечно фантазии 10 отличный первый валкеры профайл я даже пускай не сказал бы программу героини мне кажется что центральный сюжет там не такой сильный но в там есть куча мелких трагичных историй многие из которых очень такие ну коротенькие емкие и хорошие да добро пожаловать в эпоху онлайн эпоху онлайн началась с февраля 2001 года поэтому мы начнем уже скипать это все потому что нет и не тут что-то ничего не интересно обзор в персону 2 вы говорили давайте чем мы посмотрим на персону 2 и все тактика фанал фэнтези 9 но они перевели просто все так что наверное там не будет ничего особо интересно а у мать зима драма в якуде 0 вот да да хороший поль там это вполне все работает эту игру я не стану рекомендовать никому потому что это не игра это квест прекрасно локалку завели в дом в 2001 локалку я с 2001 по конец 2003 сидел на диалапе на спаренной линии на худший атс в городе эври фоккин тайн хоть это не игра жур это копипаста это просто разные авторы пишут одну и ту же фразу каждый раз жанр g rpg о мы устали от файл фэнтези они такие бесконечные вышло целых три номерных части за последние шесть лет они такие бесконечные да да это только половина персоны 2 на вторую половину не выпустили на английском интересно расскажет ли об этом автор у нас же эпоха онлайн правда давайте посмотрим устали под надоели бесконечные серии файл фэнтези от square тем больше компания стала намного меньше следить за качеством конечного продукта час двадцать минут это рекорд штампуя фантазии это как раз в полгода можно просто вот взять картинку я пидорас и наклеить ее по поверх всей этой всего этого текста я думаю сойдет вот так не ну да если продукт не пришел я бы не выпил я не умеет мне бесит это уже то есть мало того что они врут они еще и блин ну зачем они очерняют реально финалки совершенно не штампованные они все разные и чего чего большего как бы вы хотите ну ладно давайте посмотрим исходя из того что сквари делать свои игры слишком часто атласа решила создать персона 2 а потом решила создать персона 2 еще раз большое количество оригинальных задумок с перед нами незаурядный продукт пропустить который непростительно представленный на наш с вами суд проект некая смесь того что мы видели в breath of fire silent hill и system shock знаете я немножко понимаю что такое брата fire silent hill и system shock я немножко понимаю что такое персона 2 и и я хочу сказать что автор ебанулся тогда очень ревнив критики финалок со стороны ну смотрите смотрите то есть final fantasy 9 была на тот момент последней финалкой я считаю что final fantasy 9 говно но этот журнал ни разу не рассказал нормально почему она говно даже в ее рецензии и здесь он пишет final fantasy плохо потому что она штампуется раз в полгода и нету контроля качества и это полная чушь final fantasy 9 говно потому что ее создатели принимали хуевые творческие решения и так персона 2 с первого взгляда ничего выдающегося собой не представляет сука с первого взгляда у тебя отваливается жопа от того что это g rpg действия которой происходит в современной японии потому что кроме смт и ее спин оффов никто так не поступал через два часа мы понимаем глубину и привыкательность персона 2 сюжет действительно запутанный интригующий на город под названием суммару кто-то насрал насрал страшное проклятие я знаю что в чате есть люди которые играли в персону 2 больше чем я и не на русском языке как какой суммару что такое суммару что такое суммару надо скопировать вот это наверное в больше перспективу похоже ну да наверное а суммару сити да то есть это это просто типа вот окей хорошо хорошо то есть это какой-то выдуманный город который на самом деле просто японский мегаполис да меня удивляет потому что я для меня знаете как то я привык уже что у них в японцев есть только токио ответ вообще на все вопросы под суммару сибальба с битлером хорошо нигде не чувствуется полной безопасности демоны монстры появляется в неожиданный момент вы начинаете расследование будучи журналисткой там убийство проклятие шута джокер появляется на пути каждый персонаж обладает персоной персоны это древние мифические духи позволяющие герою использовать очень сильную магию мир персона 2 отличается потому что мы не ходили по фастфудам нигде да и это очевидно в первые часы игры в которой ты сказал плохие почему есть слухи слухи становятся реальностью заходишь в суши получаешь слушай передвигаться во время сражения можно куда угодно объединять усилия трех персонажей фьюжены качаешь персон не менее 50 часов подружиться с демонами персоны персоны обрати внимание на графику роль графики атлус недооценила а ведь ее качество играет не последнюю роль в общем представлении о современной игре перед нами откровенно недоработанная спрайтовая анимация лишь изредка мы сможем насладиться по-настоящему впечатляющим спецэффектом и о звуке тоже самое изначально проект выходил на японском языке и похоже создавая свой продукт японцы ориентировались на японцев компания локации занимающегося локализации не смогла в полном мире передать того шарма который присутствовал в оригинальной версии но вы это забудете при прохождении непрямолинейно персоны 2 более сложны чем аналоги персона 2 заставит вас по-новому взглянуть на ролевые игры благодарен компании атласовтер за то что она решила подарить нам такой необычный оригинальный проект что я хочу сказать в общем то you had one job you had one job естественно ничего о том что есть и на солнце нам не скажут автор какой-то новичок насколько я понимаю олег какой-то там мы его не знаем вторжение обладает всеми составляющими качественной игры поэтому несомненно что немалому числу людей она придется по душе 6 баллов среди о гелтс и гир икс самый технически совершенный 2d файтинг в истории ну ладно давайте мы побежим дальше файл фэнтези навсегда я боюсь не она то есть это буквально файл фэнтези whatever так итак что у нас файл фэнтези 10 в репортаже вот оно что у нас хит непонятная разработка непонятный обзор вот они кстати вы ждали пожалуйста больше ничего интересного все равно нет ну давайте посмотрим на то что такое файл фэнтези навсегда интересно будет ли вообще оценки например 7472 вот вот по моему один раз один раз на прошлом стриме по стране игры по моему был один человек с никнеймом каким-то вот не из этих экспертов который пришел сказал хрен знает что 4 балла ну то есть эксперты все там семерки рассыпались он сказал 4 4 слушайте Ты какой-то радио аданешь. Я вообще, я не знаю. Вот это вот комбинация от GameLand.ru, Blit for Sega и радостного Соника, который как бы тебе показывает. Слышь, чувак, не хочешь ли кровушки своей пустить ради Сеги? А ну давай. Окей, пожалуйста, объясни мне, эксперт Сергей Овчинников, что за хуйня происходит? Нет, нет. Sega, время для сенсации. Sega сказала, что больше она, что она уходит из хардверного бизнеса. Ну да, хорошо. То есть эта картинка просто так. Эта картинка просто потому, что Sega ушла из хардверного бизнеса. и Tidus здесь, в принципе, ни к чему, потому что весь текст про Sega и то, что она будет делать дальше. Ладно. Так, Final Fantasy навсегда. Написано Special Archive. Я не очень понимаю, что такое архив. Звучит, будто они достали статью из архива. О, Сергей Овчинников. Окей, окей. Я помню. Наверное, особенного ада не будет, но я все равно глазами по ней пробегусь. Основание, основатель компа... Все. Все, 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 все. Я не могу. Я просто... Просто прочел четыре слова подряд. Шесть слов подряд. И у меня отвалилась жопа. Основатель компании Хиранобуса Кагучи неплохой программист. Все. То есть я кончился здесь. Это вот семь слов и два критических вранья моментальных. Можно топы посмотреть. Какие топы? Там были какие-то топы? Я не знаю. Не выберу там. Да. То есть я смотрю на имя автора и думаю, ну ладно, это не Борис Романов. Не будет же полный пиздец. Овчинников же что-то понимает. И тут я смотрю, что Овчинников не удосужился даже погуглить. А топы продаж. Не, ну это не так. Окей. Сакагучи не основал Square. Сакагучи был хуёвым программистом. FF1 и 2 и 3 запрограммированы катастрофически хуёво. И даже так Сакагучи не смог сделать сам. Страстно желал создавать невиданные тогда игры. Бла-бла-бла-бла-бла. Он делал какую-то хуйню, а не сюжетные игры. Давайте посмотрим дальше. В случае права у нас стал бы последний грудь Сакагучи и Square. Нет. Square без Сакагучи бы прекрасно бы существовало. Ну то есть как говно у нас существовало бы, но она бы не закрылась, если бы финал Корозанин. В первой FF сюжетная линия была разнообразнее, чем в Dragon Quest. В котором эксплуатировался нелепый сюжетец на тему спаси принцессу, убей злодея. Спойлер. Именно этому в Final Fantasy и делаем. Только еще попутно убиваем четырех каких-то боссов. Полное отсутствие индивидуальности у персонажа, не было имен. Только классы. Светлый и темный маг и волшебник. Вот это да! Да! Есть темный маг, а есть волшебник. What's the fucking difference? Даже более того. Смотрите, что у него есть. Воин и рыцарь. Для тех, кто не играл в Final Fantasy 1. Классы. Воин, белый маг, темный маг, вор. Черный пояс. И красный маг. Это настолько элементарно, как просто запустить игру и посмотреть, какие тебе классы дают выбрать. Это делается с интернетом за 5 минут. Да, воин и волвят в рыцаря, и поэтому особенно смешно, что тут подряд есть в списке воин и рыцарь. Хотя это фактически один класс. Окей. Final Fantasy 2. Вторая часть FF обладала уже вполне солидным сюжетом. Ты только что говорил, что первая часть обладала солидным сюжетом. Слово баромеки очень смешное, но ладно. Вот, и здесь я начинаю визжать, потому что, когда авторы неправильно пересказывают сюжеты, у них все время получаются какие-то безумные фанфики. Безумные фанфики. Выясняется, что источником вселенского зла вовсе не король, не император, а полностью контролирующий его облако тьмы. Для тех, кто не играл. В Final Fantasy 2 император и есть главное зло. Без каких-то нет. Ты его убиваешь, он возвращается из ада и говорит, я уже завоевал весь ад, и сейчас я тебя отпижу заодно. За то, что ты меня убил. Император это единственное, что в FF2 я сделала. Облако тьмы из FF3. Эксперт пишет нам пересказ сюжета, зачем-то спойлеря игру. Кстати, хороший вопрос, зачем, да? Игра еще не вышла на английском, зачем ты пытаешься ее всем проспойлерить? Но даже делая это, он берет и просто врет дичайше. Почти всегда в Final Fantasy 2 злодея, один видимый монстр со сломленной темными силами воли и, как правило, принужденный творить зло обстоятельствами. И настоящий злодей, который дергает за ниточки. Вот я еще крайне не люблю вот такое вот дерьмо, когда, ну типа, автор берет и такой, хм, я эксперт и сейчас я это все под одну гребенку закатаю. В Final Fantasy 1 нет, в Final Fantasy 2 нет, в Final Fantasy 5 нет, в Final Fantasy 6 нет, в Final Fantasy 7 нет. То есть это справедливо только для 3, 4, 8 и 9. И то, на самом деле, 9 скорее нет, но там можно спорить. То есть, нет, экспертность не очень сработала. Не, ну, реально в Final Fantasy 3 действительно была Cloud of Darkness, которая там манипулировала тамошним псевдозлодеем. В Final Fantasy 4 вся из этого была сделана, 8 тоже, 9, ну, отчасти. Можно сказать, что Куджа манипулировал Браны, а Куджа появляется, типа, сильно поздно. Единственным серьезным отличием от FF2, от FF1 была новая система набора опыта, при котором прокачивались лишь те умения, которые часто игроком использовались. Это, конечно же, полное вранье, потому что вся боевая система, вся система прокачки была категорически другой, вся боевая система как следствие была категорически другой. Серьезное отличие от FF1 было то, что у тебя полноценный сюжет с нормальными диалоговыми опциями, которых нигде больше даже не было с тех пор, а они классные были. И автор говорит, что все это можно скачать и на эмуляторах поиграть в десятках различных мест. При этом сам автор, очевидно, не пробовал даже запускать Final Fantasy 1. FF3 стала лучшей серией, появившейся на NES. Глубокий эмоциональный сюжет и великолепное графическое и звуковое оформление. Ну, во-первых, по графике она была такой же залупой, как и все игры для NES. Во-вторых, звуковое оформление, в общем-то, у эмоции есть у эмоции, я бы не сказал, что FF3 там сильно круче, чем у FF3, а в-третьих, в FF3 нет глубокого эмоционального сюжета. FF3 как раз это коллекция сказочных зарисовок. Ты прошел один сказочный сюжет, идешь в следующую локацию, там у тебя другой сказочный сюжет. Там нету ни эмоций, ни глубины. Она даже не пытается это делать. Сюжет, можно сказать, продвинутый, еще более запутанной версией истории FF2. Полностью нет. FF2 это блокбастер, это звездные воины. Это максимально насыщенные йоба приключения. FF3 это сборник сказок, которые ты просто листаешь и попадаешь из одного в другое. В нем также фигурирует облако тьмы. Nope. Не так же, а только здесь. Игровой мир состоит из покрытых водой и земель. Если бы автор что-то знал хотя бы, он знал бы, что, в общем-то, ты дрейнишь эту воду в унитаз. Главной целью героя является избавление мира от наводнения. Нет, поначалу это не является их целью, потому что первая половина игры проходит на летающем континенте, где нет наводнения. Ну, все вранье. FF2 спрашивает, уровень владения оружием и магией качались. Еще и характеристики качались, не только умения, которые использовались. Качались характеристики отдельно. Получались умения... Каждый персонаж мог использовать все умения. У них был паритет полный. В отличие от первой части. Не было классовых ограничений. Ну, и магия... Короче, вся система магии тоже была другой. Там совершенно не так работала, как в FF1. Вот. Что дальше? Бои в FF3 более тактический характер. Персонажи, помимо классов, подразделяются еще и на профессии. Вы можете просто вот осознать, персонажи, помимо классов, подразделяются еще и на профессии? Да, в FF2 не было классов, поэтому говорить, что FF1 от FF2 отличается только тем, что в FF2 иначе качаются умения, это абсурд. В FF2 очень много отличий от FF1. Она совсем другая. Ой, ладно. FF4. Средневековая легенда о чести, достоинствах и том, как ты летишь на Луну на космическом корабле под названием Синий Кит. Средневековая легенда, да, о том, как злодей с Луны телепатически контролировал... Ой, ладно. Большая часть центральных персонажей далеки от идеальных мультяшных супергероев. Нет. Они абсолютно мультяшные супергерои. Все они пытаются бороться со своими страхами, комплексами и инстинктами. Нет. Но у большей части персонажей нету никаких комплексов страхов и инстинктов. Для всех этот процесс является болезненной и психически тяжелой метаморфозой. А совершенно нет. Только вместе им дано обрести настоящую свободу. Они не узники. В четвертой части пришла штука доселе для видеоигр. Обратите внимание. Совершенно неизведанная. Мотивация персонажей и всестороннее освещение характеров. До Final Fantasy 4, говорит нам эксперт Сергей Овчинников, не было в видеоиграх мотивации персонажей и освещения характеров персонажей. Все то, что делала Роберто Уильямс до 1991 года, просто не существовало. Даже если мы берем консольные игры, знаете, даже Final Fantasy 2, вот мой ответ. Мотивация, характеры. Final Fantasy 2, это все было. I do not support what this person writes. Во второй все лучше сделано. Ну, конечно, потому что вторая не пытается настолько нелепо и уебищно в драму, как четвертая. Впервые появилась возможность менять состав персонажей по ходу игры. Здесь сейчас, подождите, я должен... Я... Вчитайтесь только, вчитайтесь. То есть... Менять состав персонажей. Химически. То есть, ну, во-первых, эта фраза сама по себе, это какой-то ебучий абсурд, но... Как раз в Final Fantasy 4 ты ничего не можешь делать со своей партией, твой набор персонажей всегда фиксирован. И персонажи приходят и уходят, когда они захотят, по ходу игры. Не ты меняешь, игра меняет. И такое же было в FF2 с четвертым героем. Персонажи стали продуктом. И можно менять их состав. Ultimate вообще форма, да. Продолжаем. Самые сложные и комплексные из всех их серий игр серии Final Fantasy 5. What is Final Fantasy Tactics? Come on. Final Fantasy 5 представляет собой совершенно уникальное творение. Да. Такое уникальное. Взять FF3 и развить ее до чего-то хорошего. В общем-то. Игрок мог путешествовать не по одному, а по двум, причем радикально отличным друг от друга мирам. А я ведь уже упомянул, что в Final Fantasy 4 вы летите на Луну. И можно сказать, что это другой мир. А вы знаете, что в Final Fantasy 5 под конец эти два мира друг на друга вот так вот просто наслаиваются. И становится третий, который просто появился из слияния карт первых двух. Так что их три. На планету главных героев обрушилось несчастье. Повсеместно стали наблюдаться падения метеоритов. Для тех, кто знает сюжетов FF5, я думаю, это будет особенно смешно. Приносивших огромный ущерб. То есть, понимаете, оказывается, планете главных героев угрожали метеориты. Вся беда была исключительно из-за метеоритов. Это вот метеориты все разрушали. Искатель приключений, принцесса, девушка из пиратского клана и старый волшебник выяснила, что метеориты попадают к нему с другого измерения из половинного мира. Они сталкиваются со страшным монстром Х-Смерть. В русской версии он был Х-Смерть. Который после подтворения в жизнь своего зловещего плана умудрается объединить параллельный мир с реальностью, посеяв хаос и смятение. Ну, такое. Окей, ладно. Хотя бы этот спойлер верно. Обновленная система профессия лучшая в жанре. 22 профессии. Игра была анонсирована, но отменена. Вообще-то ее хотели выпустить под названием Final Fantasy Extreme. Ну ладно, окей. Самая драматичная. В Final Fantasy превратился настоящий культ. Самая продвинутая 2D графика. Ээээ... Нет. То есть графика в F6, конечно, очень хорошая, но Chrono Trigger ее моментально уничтожил. Final Fantasy VI перестала быть просто игрой. Она стала явлением. Явление продукта народу. Серьезный сюжет оставил в стороне маленьких детей. Что? И Square четко ориентировал свое творение на подростков и взрослых игроков. Что? А в F6... Лишь в F6 в сериале появилась настоящая любовная линия. Конечно, ведь... То, что Final Fantasy IV заканчивается буквально свадьбой. Единственная свадьба вообще в серии. Ну, кроме той, что было... Хорошо, до Final Fantasy XII, наверное. Вот. Ну, come on! Эээ... Так. Саундтрек, да... Если в ближайшее время не произойдет сенсация, F6 так и останется вершиной развития сериала. Приверска F7. Что дальше? 32-битные консоли. И... Пардон, пардон, секунду. Выпустили Final Fantasy VII. А потом Final Fantasy VIII. А потом Final Fantasy IX. Увы, народу это уже не нравится. Но, тем не менее, продажи достижения, будущее в новых технологиях. The Nerve! То есть... То есть он просто... Он просто такая... Final Fantasy навсегда. Вранье про 1, 2, 3, 4, 5, 6. А... Ну, да еще есть какие-то 7, 8, 9. Но они никому не нравятся. Похуй вообще на них. Мы не будем, в общем, на них акцентировать внимание. Мы их презираем, ненавидим. Они выходят каждые полгода. Так вот. В случае с проектом уровня Final Fantasy разработчики практически ничем не рискуют. Как... Я... Я читаю это. Я такой просто, типа, чувак. Финалки стоят десятки миллионов долларов. Это супердорогие игры. Если ты под этим брендом начнешь выпускать говно, он сдуется, обесценится и... Будет как Tomb Raider. Ну, ничем не рискуют. Файнал Фэнтези 10, как и в прежних сериях, используется чисто японская специфика. Ха-ха. 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 Ты-то можешь подсказать, 15-я в итоге норма... Нет, 15-я очень хорошо продалась. Ее все распиарили. Она выглядит красиво. Она играется однокнопочно. Ей реально не было никаких причин не продаться нормально. Более того, они же ее еще потом перевыпускали, перевыпускали и кучу DLC делали. То есть, я думаю, там продажи очень солидные. Может быть, даже второе место после FF7. Я боюсь предположить. Но, ладно. Настолько яркого и сугубо положительного по эмоциональной окраске мира Square не создавала еще никогда. Самый Грим Дарковый сеттинг, блин, из всех номерных финалов. Весь сеттинг буквально про то, что в любой момент за тобой придет гигантская ебака и ты сдохнешь Все люди сидят и ждут, когда они сдохнут Саммонеры идут, чтобы победить ебаку на 10 лет и сдохнуть И чтобы их друзья сдохли, лишь бы люди 10 лет пожили без того, чтобы бояться гигантской ебаки Самый мрачный и обреченный сеттинг из всех финалов Настолько сугубо положительного по эмоциональной окраске мира Сквэр не создавала еще никогда Пляжи, ведь смотрите, пляжи, значит все хорошо и радостно И персонажи такие же Главный герой Тидус, рыжая копия Скволла Является персонажем скорее комическим, нежели трагическим Единственный протагонист в Файнал Фэнтези Который пошел и просто пошел и умер Пошел и пожертвовал собой ради остальных Он, конечно же, комический Какая трагедия? Вы что, ребят? Вы что? Можно поржать? Это уже не герой-любовник А просто герой Готов отдать всего в себя в борьбе с темными силами Чувак, если герой отдает всего в себя, это трагично Привет! Не требую ничего взамен Это трагично! В этом нет ничего смешного, бля! Он дерзан и говорит И не будет смущаться при встрече с девушкой Да он там макаронами просто усеял весь Бесейд Come on! Стоп, ну это же превью А зачем пиздеть? Я гарантирую, что вот в официальных материалах Нигде не говорилось, что он не герой-любовник Что он не будет смущаться при встрече с девушкой и все остальное Да, это превью Но это также вранье Здесь больше похож на Зелла, чем на Сквола Не обошлось, разумеет Разумеет, переворачиваем целую страницу Вся и без таинственных подробностей Ему 17 Его отец принадлежал к таинственному религиозному культу I hate you, dad Ты культист подводный Бля, они же там все были подводные Они же все в мобов 10 были подводные То есть буквально С тех пор тропический мир погрузился на даги Тропический мир погрузился на дно океана Хорошо Миру покровительствуют два великих бога Отвечающих за стихии огня и воды И они враждуют друг с другом Их бесконечные конфликты ведут к уничтожению мира Я просто, я не понимаю Этот фанфик, он о чем вообще? Если в случае Соболка Тьмы Я еще мог предположить, что типа Ну он взял и стырил там из FF3 Линейку пришил, я как FF2 Этого просто ничего рядом с этим Вообще нет в игре Ничего даже близкого к этому нет в игре Это фантастическое вранье Главная героиня Уипа Являет собой полную противоположность Безумному рыжему Тидусу Square представила нам в качестве женского персонажа Существо Там Шин, Анисин Ну это как раз нормально Потому что в японке он просто Шин Ну ты не знаешь, как они именно его локализуют К этому у меня вопросов нет Ну а сука вот Юна это существо беззащитное Добрый вечер Stay away from your summoner И вот это все Юна похожа на Рено Ну как это Of course Но обладает более тонкими чертами лица И не является движущей силой В отношениях с Тидусом Really? Really? Уипа источник магии в игре Если мы тут все сравним с FF8 Наверное она Джоу Пойнт Из которого все должны сосать А ее непонятная связь с древней цивилизацией и богами Добавит колорита в ее поведение Которое частенько будет казаться странным и нелогичным Нет и нет Дальше Качественный скачок, которого мы ждали от FF7 Произойдет на PS2 То есть опять Я продолжаю говорить о том Что этот журнал Хотел чтобы Финалки на PS1 Были полностью трехмерными То есть Поганым уродливым говном В FF10 Больше не будет подразделения на карту мира Города и подземелья И боевые экраны Это ложь Все будет проходить на фоне Одних и тех же полигонных ландшафтов Смена режима не будет Зазначать смена экрана Не, ну может быть Скварина вралась Здесь Если это по заверениям Square Но я честно не представляю себе Вообще как Ну это То есть это Come on Есть надежда, что хотя бы ключевые локейшены будут сделаны как надо И по детализации будут Хотя бы приближаться к пререндеренному уровню FF7 Тогда зачем ты ждал от FF7 того, что в ней будет Ааа ладно Не меньше, а вам зожно Революция Зазначает звуковое оформление Озвучка Все актеры не профессионалы Сидус играет в Motion Capture модели для Сквола Дьюна Рено Сраунд Автор боевой системы Автор фронт Мишина Бои более стратегическими Возможно появится возможность Передвигать персонажей Окей Не исключено и включение в игру Системы профессий Блин, у вас игра выйдет через полгода Я вот реально не понимаю То есть Я не верю, что за полгода До релиза игры У Сквари все было настолько не готово Что они все время говорили Вот это вот Возможно, возможно Мы может быть сделаем тактику А может быть сделаем систему профессии А может еще что-нибудь сделать Я просто не верю в это За полгода до релиза У тебя уже Блин, у тебя должны быть готовы Альфа, которая будет дособираться И тестироваться Так Ладно, в общем Черт возьми А вот Удивительное вранье В каждом предложении Ох ты Слушайте, давай Я даже Я думаю, что надо почитать Это самый низкий балл По-моему, из всех Что мы видели до сих пор И смотрите Ее оценивают Сергей Овчинников И Сергей Амирджанов И ставят ей Разные баллы Это как? Окей, ладно Давайте посмотрим текст Это даже не игра Посредственное кино С чудовищно красивыми роликами И сюжетом Который, как говорят Американцы А дальше мы ничего не узнаем Потому что американцы говорят Главный кандидат на титул Разочарование года И мы можем разочараться в Square Главный кандидат на титул Самый страшный кошмар Сотрудника игрового журнала Худший отстой Со времен Дорожных войн Это так плохо Слушайте Ну мне кажется Надо баунсера на стримы После Divinity Original Sin 2 Я заинтригован Ну то есть Вы к тому же Всего любите Когда я играю В какое-то дикое говно Так что Ну давайте поглядим Настоящая же игровая жизнь Черного гробика Протекала настолько вяло И невыразительно Что и сказать-то Тут почти нечего Дизайн и история От создателей Final Fantasy 7 и 8 Там сценарист что ли Нодзима Ну ладно Че плохо то Безумные ниндзя Проламывают крышу Подкатились к игровому процессу Столь мизерному И никчемному Что пришлось написать его С большой буквы Чтобы за завесой роликов И сомнительного качества сюжета Вы могли его заметить Вы смотрите-ка Автор использует все доступные ему средства Чтобы передать свой поинт Он напишет Игровой процесс с большой буквы Чтобы мы его заметили Так Выбираем персонажи Герои Как отличаются характеристиками Оказывается На небольшой площадке Помимо вашей персон На арене присутствуют Два других Дружественных персонажей Пять-шесть недружественных Два-три удара С недругими покончено Камера управлять нельзя Камера говно Графика без эффектов Картинка расфокусирована Управление Неотзывчивое Запаздывающее Каждая драка 40-50 секунд Драк всего 25-30 Проходится игра За полтора-два часа Но точно надо на стриме пройти Бонусные очки Где-то тратятся Для достижения успеха Надо играть с одним персонажем Чтобы на них бонус очки тратить Сюжетные вставки Состоят не только из сюжет-мультиков Их не так уж и много Минут 25 на всю игру Если игра проходится за два часа И в них 25 минут CG роликов Это что? Это мало? А? На половине игры Мне посетило ощущение Что не так уж ужасно И можно даже играть Но последняя гвоздь Крышка гроба Скорь забила неадекватным сюжетом Который не вызывает Никаких эмоций Полную драматизму И события и историю Нужно было впихнуть В полуторачасовую игру Но в сюжете Оставили только действие В результате Из Final Fantasy Получился какой-то Mortal Kombat Никто-нибудь В Square Не говорил Что мы из Bouncer Делаем Final Fantasy Нет Ладно Ну в общем Так Это опять Мировая индустрия И насколько я помню У нас ничего Не было Кроме Рецензии На Они Во-первых Это не аниме Слушайте Ну это Это крита Дальше Можно не читать Пацаны Это не аниме Математика из чата 25 минут геймплея Полчаса катсцен Где полтора-два Там полчаса CG роликов И я так понял Еще час Наверное Роликов на движке Так и получаются Два Это то что называют Аниме Стайл Но никак Не само Аниме Блин Вот это Честно Эта тирана Звучит Как Такой Вот Старый Виобушник Такой Это Был Не аниме Это Это не настоящее Аниме Только Японцы Владеют Знанием Того Как надо делать Настоящее Глубокое Философское Аниме Агайдзины Могут только Делать Свой поганый Аниме Стайл Во-вторых Вопросы Связанные с дизайном Не так важны Чего мне кажется Что дизайн Это одна из Наиболее Ярких Составляющих Игры И нам Очень многие Люди Купились Именно на Обложку В том числе И я Я Блин взял Эту игру Потому что Обложка Булат Ой Смотрите Какие Оценочки У нее Давайте Сперва Оценочки А потом Текстик Праздник Испортил Примитивный Дизайн Уровней Вот Кстати Кстати Когда я Буду стримить Я уверен Что буду На этом Настаивать То есть Если мне В 2001 Дизайн Уровней Настолько Не понравился Что я Игру Бросил Наверное Он там Плохой Динамики Демо Версии Не хватило Для полного Релиза И это Тоже У меня В принципе Да Да Как только Исчезает Эйфория По поводу Файтинг Части Игра Перестает Быть Интересной И это Тоже Мои Впечатления Как обычно Супер Идея Испортила Воплощение Далекое От идеала Игра Лучше Баунсера Но Примитивно Борис Романов Сделал Лучше И просто Похоронный Мне кажется Ну Эта Игра Лучше Баунсера Окей Итак Почему Конни Такое Странное Отношение Создатели Мит Делают Экшен Они Это Действительно Всего Лишь Еще Один Экшен Игра Красивая Стильная Но Он Близка К тому Чтобы Стать Шедевром Но Но Также Близка К тому Чтобы Оказаться Провалом Как Весьма Точно Сказал Один Рецензент Которого Я тут Не назову Еще Чуть И получилось Было Разочарование Года Но Оно Не Получилось Потому Что Это Место Занял Баунсер Видите Баунсер Ограбил Они Итак Коноко Агент Футуристический Город Ну Прям Абсолютное Аниме Город Скучный Сюжет Линия Они Это Гитс Сравните Имена Главных Героев Гитс И Они О Нет Это Это Удар Ниже Пояс Безумно Динамичный Игровой Процесс Оказывается Оригинальным Оригинальным В основном Элементы Файтинга Их Достаточно Чтобы Она Оставила Свежее Впечатление Это Так Элементы Файтинга Мне Нравились Но Разнообразия Ударов Много Клавиатура Плохо Предназначена Для Файтингов То ли Дело Геймпад Но Никак Файтинг Не притязательный Не нужно Никакой Тактики Просто Жми На Кнопки Появляются Новые Удары Это Ничего Приятнее Чем Выхватить Своего Противника Пушку И Пронести Выстрел В соответствующем Направлении Профессионалы К дизайну Уровней Руку Явно Не прикладывали Если прикладывали То им должно Быть стыдно Вам же Сделало То Что Сделал бы Не каждый Любитель С Примитивным Редактором Уровней Они По этой причине Становятся Довольно Скучно Бегая По уровням Нам Буквально Не на что Смотреть В Тумрейдере Даже Все Богаче Разнообразнее Игрок Должен Получать Удовольствие Не только От обилия Ударов Оружия И Динамичности Если бы Не была Такая Классная Героиня Смотреть Было Не на что Дизайн Уровней Не Камера Можно К ней Приспособиться Но Она Ведет Себя Невразумительно Игра Не может Понять Крем Файтинг Элекшн От Третьего Лица Героиня Круто Выглядит Враги So So Смотрите Вон Белингов Пошли То есть Смотрится Не очень И В общем Могла Оказаться Шедевром Но Не получил Я Не могу Ни с чем Здесь Спорить Я Играл В нее Мало Я Не уверен Сколько Я Мог Пройти Уровней Может Быть Даже Я Не уверен Прошел Ли Я Даже Один После Туториала Или Мне Игра Безумно Надоела Уровнями Триггер Триггер Хантингом Но Посмотрим Я думаю Мы ее Постримем Я ее Еще Давно Скачал Итак Final Final Fantasy 10 Вариант Resident Evil Зачем Еще Что-то Читать Статические Декорации Значит Final Fantasy 10 Кавком Значит Resident Evil Оп 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 Отрендеренные Фаны Местами Недурственно Анимированные Причем Ничуть Не хуже А где-то Даже И лучше Чем В признанном Шедевре Final Fantasy 9 Я В восторге От этой Шизофрении Просто Это шедевр Понимаете То есть Это одновременно Сравнивается Одновременно Типичные Лучше Чем Final Fantasy Но Теперь О Прошел Ремастер Две Денис Азат Там Полтора Немерных Фаны Ну вот Я Этого Не знаю У меня Анимуш Что-то Совершенно Не зацепило Я Не понял Зачем Я Ничего Не озвучиваю Я Отверженный А как оригинал Это был Но это все Название Игры Америка Это же Агент От Rockstar Специально По вашим Просьбам Ну как Рассказывают Значит Про Спейс Маринов И Спейс Халков Неплохо Ладно Закругляться Нужно Но Я В принципе Готов На еще Один Журнал Если он Быстро Пролистается Fallout И все Дела На тот момент Fallout Уже Мне кажется Был В агонии Оригинальное Название Star Trek Deep Space 9 The Fallen Я Даже Не мог Предположить Special Report Fallout Хит Хрен С этим В разработке Хрен С этим Ревью Lunar 2 Ну и В общем То все Ну давайте Краем Глаза Fallout И Прогабай Гельком Но она Тогда еще Только готовилась К выходу Я честно Не думаю Что там Будет Что-то Fallout Это еще И Событие Юны Это Существо А Fallout Вот это Событие Ну что-то Я даже Не знаю Как-то Fallout 1 Был крутой Fallout 2 Был крутой Мы ждем Fallout Tactics Это Jack the Lions Gameboy Advance Сейчас До Премьеры Вот Вот Характеристики Вот Игры Главное Есть Чучу Рокет Ну и В общем-то Как-то И все Lunar 2 Ну и Овчинников Окей Романов Перестал Что-то Может быть Это и К лучшему Ну С другой стороны Романов же Теперь Свой отзыв В каждом Тексте Делает Смотрите Этот Продукт Все равно Рассчитан Исключительно На любителей Продукции GameArts Да Наверное Романов Ушел В АПМ Это единственное Что я могу Я пью Сидор Сомерсбе Ну что Поскольку Насытить Рынок Качественной Продукцией В той же Америке Одной Только Square Оказалось Не под Силу Настоящий Фанат Проходит 5-6 РПГ За год Ежегодный Final Fantasy Ему мало До этого Все говорили Как же вы Заебались Своими Final Fantasy Что же вы Пускайте Final Fantasy Теперь оказалось Что фанатам Блин Оказывается Нужно Гораздо Больше Чем Final Fantasy Локейшены Нарисованы Со вкусом И в великолепном Многообразии Красок Ну Верстка Все таки Отправилась В ад Здесь Поэтому Ну Ладно В общем Что-то Что-то Там было Написано Вроде Более Или Менее Вменяемое Ладно Если здесь Ничего не будет Пролистаем Еще и Этот Для Круглого Числа Какие Ужасные Картинки 5-6 JRPG За год Где Сейчас Все JRPG Ну Вот Да Нет Если бы Сейчас Выходили Столь же Хорошие Может быть Можно Было Что-то Такое Попроходить Ничего 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 Хит GTA 3 Там и понятно Что хит Они все будут Писать Какие восторги От этого Большого Трехмерного Крутого Города Ревью Van Dying Thym Park Супер Перец Ну все Это Это лучший Номер Года Как же Это же Это же Супер Перец Ну вот Вы спрашиваете Почему я не хочу Играть Van Dying Вот Она на релизе Реально Вот примерно Какое-то Вот такое Ощущение У людей Вызывало И Если это Было Тогда В 2001 То Естественно Интереса Потом Она уже Не будет Вызывать Thym Park Inc Типичен 6 баллов В отстой Вот это просто Это просто Блин Игрожурин Начал На самом деле Ну что дальше Сетлерс Такие же Как третьи Только Лучшие Поставил 9 баллов Мне нравится Это спойлер Это не спойлер Он действительно Поставил 9 баллов А все остальные Сказали Иди в жопу Не будет Тут никакого 9 Ничего сверхъестественного Мне обнаружить Не удалось Борис Романов Лично Я эту вещь Не понял Но поскольку Она всем нравится Пришлось поставить Нормальную оценку Я в восторге Мне кажется Надо просто Надо читать Только кросс-обзоры Бориса Романова Больше ничего Не нужно Fear Effect 2 А это Там где Весь первый диск Две бабы Бегают по трубам И потом И все Окей Меня очень расстроен На самом деле То есть В плане технологии Настолько все классно Я бы сейчас играл Вот в игру Которая выглядит так же И они Не сделали Ничего с этим Практически Кроме этой сцены Которая и так Хрен знает где Я считаю Что им Надо было Конечно Больше Добра Лесбийского Туда Я сейчас Просто делаю Скриншоты Каждой рецензии Бориса Романова Это потрясающе Чушь все эти Баскетболы Но в принципе Игра неплохая Это настолько Надеби Я даже Я даже Не представлял Себе Я даже Не мог догадаться Что Слышите Им надо было Свежий художественный Фильм Назвать Суперперец И сразу Вы его Все Окей I'm not done Если все будут Такие же мелкие То я буду просто Скриншотить Рецензии Романова И листать дальше Итак Фигня 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 Ну все Тогда Листаем на рецензии И проматываем их Потому что Овцы Мне нравится Значит У них Суперперец А в следующем Номере У них Овцы А как будто Они на что-то Намекают Ну В общем Детская Драчка На роботах Разочарует Фанатов Гениального Хидео Коджима Я думаю Блейд Это Знаете Реально Какой-то Вот такой Тоже Момент И скорость Блейд Эу Эу Могла бы Стать шедевром Но не стала Максим Зайцев Дарклиста Так Слышите Это Сейчас 14 88 Меня Арифметикой Очень Критует Что Это Такое Что Что Это Заверстка Не Ну я мог догадаться С этого конечно Что От 492 1792 Но Но Мне как бы Блин Я в третью В третью часть Европы Я Часов 100 Убил Ну просто Блин Эта верстка Такая Что Невозможно Ладно Сергей Овчинников Игра для Nintendo 64 От Nintendo Дайте Подумать 8 С Половиной Стоп Тут Нельзя Половина Трап 9 И Вой 8 С Половиной Можно Не Читать Ты Просто Видишь Заголовок И Автора Все Все Обе Обе Ипостаси Овчинникова Поставили 9 Снаксшибательно Играбельный Позволяет Нам Сыграть О Джиз Эту Игру Я Даже Чуть Было Не Купил 7 Из 10 Тупы Дебилы Тупое Говно Тупые Это Тупо 8 Из 10 Овцы И Это Даже Не Тупые Дебилы Ох Пейпер Марио Ну Может Быть Для Меня Для Меня RPG Это В Первую Очередь Сюжет В Марио Сюжета Нет Я Не Вижу Смысла В Него Играть Поэтому Вот Все Настолько Просто Спешл Репорт Xbox Ну Ладно Там Понятно Анонсировали Xbox Review Fallout Tactics Summoner Serious Sam О Ну Давайте Наверное Может Последний На Сегодня Fallout Tactics Ничего Нового Найти Невозможно Уныло И Плакать Игра Выше Fallout Tactics Игра Выше Среднего Немногим Но Выше Summoner Ой Я пытался По-моему Ее Запускать Она Была Некрасивая Кривая И Неинтересная Ну В общем То Оценки У всех Одинаковые Если Что-то Совсем Плохое Это 6 И 7 Бал От Всех Conker Овчинников 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 8-9 Давайте Смотреть Да Я даже Не сказал 8-5 Это же Ближе К 9 Вот Пожалуйста Опять Обе Обе Ипостаси Поставили По 9 Спешу Напомнить Что Игра Мерзкое Поганое Говно Которую Ничего Который Юмор Унылый И Геймплей Такой Что Никакой Юмор Ее Не Спас Люблю Руссии Игры Что Не Проект То События Причем Мирового Масштаба Шторм Кто Назовет Шторм Я Не знаю Что А Мирджанх Это Овчинников Да Слышали Да Хорошо Сириус М Вот Помню Ах Куда Это Все Представляете Себе На Дворе Апрель 2001 Года 18 Лет Назад Апрель 2001 Года И Автор Пишет Классика 90 Годов Помните Этот Успех Этот Фанатизм Это Поклонение Куда Это Все Ушло Борис Романов Говорит Сириус Са Вполне Конкурентно Способен От Типичного ФПС Номер 536 Говорит Эксперт Сергей Амерджанов Игра Ничем Ведь На самом Деле От Типичного ФПС Номер 536 Игра Практически Ничем Кроме Нелимитированной Жестокости Нелимитированной Жестокости Мы в Одну и Туже Игру Играли Вообще Всеми Всеми Нет Вообще Никакой Жестокости Это Мультяшное Веселье Какое-то Вот Фак А Токи Небал Просто Капец Вообще Блин 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 Вот Вот Такая Вот Реакция Да То есть Даже Когда Автор Пишет Куда Все Ушло Другой Автор Пишет Блин Это 536 ФПС За год Мы Мы Таких Вот Игр Видим Постоянно Много Да Та Фак Нет Торговцы Очень Живущие Твари После Ядерной Войны На земле Выживут Только Тараканы Скорпионы И Камевоиджи Существа Обладают Уникальным Талантом Приспосабливаться Под любые Условия Работы Представляете Какими способностями Нужно обладать Чтобы Сметь Продать Музыканту Фортепиано Красных Партизан С производства Германии Юному Натуралисту Б.У. Сиамских Котят Гринписов Цушуба Из натурального Искусственного Меха А Профессиональному Сторожу Злую Собаку Чапкающую На чужих Кто Как не они Нанимает На работу Уборщицу И двигая Следующее Требование Девушка 20-22 лет Высшее Образование Знаний Компьютер Владения Иностранным Языком Хотя бы Полкило В холодильнике Впрочем В некоторых Странах С такими Представствами Старательно Борются В государствах Евросоюза Владельцев Овощных Магазинов Инспекторы Радостно Штрафуют На сумму До 1000 Евро За продажу Купырчатых Огурцов Клубники Которые Не напоминают По форме Сердца Коротких Бананов И квадратных Помидоров Мы прочитали Рецензию На Star Wars Episode 1 Battle for Nebula Я не помню Сколько было У Баунсера Возможно Столько же Или даже Больше Мне еще Очень нравится Что типичная Игра От LucasArts Для Бориса Романова Это Battle for Nebula А вовсе Не Квесты Сейчас Смотрю на эту Графику И мне Больно Ого Граммон предсказал Давиду Дегруталя Но все таки Давид Дегруталя Делал не квесты так что да здравствует коровье бешенство что ты хочешь видеть к ты берешь журнал про видеоигры конечно же да здравствует коровье бешенство ну ладно все здесь опять превью final fantasy 10 значит этот номер мы быстро не пролистаем а значит на этом наш стрим заканчивается вот страна игр everyone вот этом все вроде вроде уже как-то спокойно все получается мало бориса романова можно не так сильно на все реагировать скорость пролистывания журналов у нас сильно возросла я думаю мы так довольно быстро расправимся с много чем поэтому да через недельку продолжим читать страны игр я думаю так или иначе может быть ну до сотого ты номера точно мы до сотого номера осталось всего 11 номеров а на сотом номере как раз должна произойти большая революция вот ну так тогда то мы все увидим так что я думаю в течение пары недель в субботу я заканчиваю прохождение халтайп 2 так что приходите туда и в следующую следу тоже спасибо нам спасибо вам и пока пока пока